ПЕСНЯ Сегодня давайте уделим некоторое время изучению Слова Божьего на тему «Первосвященник с Уримом и Тумимом». Есть пророчество в Ветхом Завете, которое учит нас тому, что мы не можем обрести спасение, пока не восстанет «Первосвященник с Уримом и Тумимом». В Ветхозаветные времена было одно царство, которое глубоко связано с историей Израиля. Это был Вавилон. Израильтяне были взяты в плен и отведены в Вавилон, где они долгое время были в рабстве. Однако, в конечном счете, они освободились из плена Вавилона и вернулись в свою родную страну. В Библии мы можем найти много пророчеств, связанных с этим. Через Ветхозаветную историю, где израильтяне, находившиеся в плену в Вавилоне, освободились, мы можем найти нашу историю. Небесные люди были взяты в плен и отведены в духовный Вавилон. Они были угнетены и заключены там, не зная истинного Бога. Однако, в конечном счете, они будут освобождены. В процессе освобождения из Вавилонского плена с израильтянами произошло очень важное событие. Среди тех, кто был в плену в Вавилоне, они должны были различить и потом освободить истинных израильтян. Было нелегко различить тех, кто был истинным народом Бога, потому что они не могли проследить свою родословную после долгого времени вавилонского пленения. Поскольку они жили среди вавилонян, некоторые израильские мужчины женились на вавилонских женщинах. И некоторые израильские женщины вышли замуж за вавилонских мужчин. И их дети тоже поженились с вавилонянами. С течением длительного времени вопрос о родословии стал осложненным. В некоторых случаях они не могли быть уверены, кем надо их считать, израильтянами или вавилонянами. У них не было стандартов, по которым можно было судить, кто Божий народ. В этой ситуации Бог предложил путь, которым можно выяснить их родословие. Нужно было ждать появления первосвященника с Уримом и Тумимом. Пока не появится первосвященник с Уримом и Тумимом, никто не мог быть принят, как израильтянин. Так и сегодня, хотя мы освободились из духовного вавилона, кто должен появиться, чтобы признать нас Божьим народом? Без появления первосвященника с Уримом и Тумимом мы никак не можем иметь стандартов или оснований, которые могут доказать, что мы Божий народ. Первосвященник с Уримом и Тумимом должен явиться, чтобы судить и отличить народ Бога от тех, кто не является Его народом. Проверим это через пророчество во второй главе книги Ездры. Посмотрим книгу Ездра, вторая глава, первый стих. «Вот сыны страны из пленников, переселения, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившиеся в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город, пришедшие с Зарававелем и Иисусом, не имею цараием». Так их родословное продолжается. Посмотрим 59 стих. «И вот вышедшие из тел Милаха, тел Харши, Хербур, Адан и Мера, которые не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они. Через долгое время появились те люди, родословие которых стало неясным. Во времена персидского царя Кира был издан указ об освобождении израильтян, чтобы они могли вернуться в свое отечество. Однако были люди, родословие которых стало неясным». Еще раз посмотрим 59 стих. «И вот вышедшие из тел Милаха, тел Харши, Хербур, Адан и Мера, которые не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они. Стих 60. Сыновья Дилайи, сыновья Тоби, сыновья Некоды, 652. И из сыновей священческих, сыновья Хабаи, сыновья Гакоца, сыновья Верзелия, который взял жену из дочерей Верзелия, Гала Адитянина, и стал называться именем их. Они искали своей записи родословной, и не нашлось ее. Они не могли найти свои имена, сколько бы они не искали свои записи. Подобным же образом наши имена должны быть найдены в книге жизни. Что если Божьи люди не смогут найти свои имена в книге жизни? Эти люди никак не смогут быть признаны Божьим народом. Разве это не правда? Стих 62. Они искали своей записи родословной, и не нашлось ее. А потому исключены из священства. И Тиршафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом. Их право есть великую святыню, то есть право нести их священческий долг, было приостановлено до того, как восстанет первосвященник с Уримом и Тумимом. Потому что их родословие было неясным. Их семейная запись не могла быть найдена, поэтому невозможно было доказать, что они истинные израильтяне. Поскольку было очень трудно определить, Тиршафа сказал им, «Не ешьте великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом». Это случилось в процессе возвращения израильтян в их родную страну после освобождения из вавилонского рабства. Не находимся ли мы сейчас в процессе возвращения Вечного Царства Небесного? Тогда на что указывают Урим и Тумим? Откроем 28 главу книги Исход. В 30 стихе 28 главы книги Исход говорится, «На наперстник судный возложи Урим и Тумим, и они будут у сердца Ааронова, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне. И будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицом Господнем». Это были два драгоценных камня на нагруднике одежды священника. Эти два камня назывались Уримом и Тумимом. Тогда что означает Урим и что означает Тумим? Если посмотреть на подстрочные примечания в другой версии, что написано об Уриме? Это свет. А что насчет Тумима? Совершенство. Урим и Тумим означают совершенный свет. Другими словами, они означают совершенную истину, потому что свет указывает на истину. В книге 1 Иоанна написано, «Бог есть свет». Тогда мы должны знать, кто есть этот первосвященник с Уримом и Тумимом, то есть с совершенной истиной. В Ветхозаветные времена была церемония закладки двух камней Урима и Тумима в одежду священника. Тогда кто есть священник, который пришел на эту землю с совершенным светом, то есть с совершенной истиной? Найдя совершенную истину, мы сможем подтвердить, кто священник, который придет священником с Уримом и Тумимом на эту землю. Теперь посмотрим, какая истина является совершенной. Как Библия объясняет эту истину? Перейдем к книге к евреям, 7 глава, 11 стих. В 11 стихе 7 главы книге к евреям говорится, «Итак, если бы совершенство достигалось посредством левицкого священства, не значат ли слова, если бы совершенство достигалось, что оно не достигалось? На какой завет указывает левицкое священство? Ветхий завет, то есть ветхий закон был несовершенным, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхаседека, а не по чину Аарона именоваться? Это значит, что Бог установил чин Мелхаседека, который является совершенной истиной, потому что чин Аарона был несовершенным». Стих 12 «Потому что с переменную священства необходимо быть перемене и закона». Как менялось священство? Священство Аарона, то есть левицкое священство, менялось на священство Мелхаседека. Кроме того, написано, «Необходимо быть перемене и закона». Поэтому 7 глава книги к евреям свидетельствует, что закон Ветхого Завета будет меняться на закон Нового Завета, то есть закон Христа. Посмотрим книгу к евреям, 7 глава, 13 стих. «Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхаседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни не перестающий. Ибо засвидетельствована, ты священник вовек по чину Мелхаседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Разве бывшая заповедь не значит заповедь Ветхого Завета? Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И, как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано. Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхаседека. Поэтому Иисус, который стал священником с клятвой, является первосвященником навсегда. По чьему чину соделался священником Иисус? Он священник по чину Мелхаседека. Посмотрим 22 стих. То лучшего завета поручителям соделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство. Какое? Неприходящее. Это значит, священство не будет меняться. Его священство не меняется, а длится вечно. По какой причине оно длится вечно? По причине того, что священство совершенно. Мы можем подтвердить, что чин Мелхаседека является совершенной истиной нашего вечного Бога. Тогда, какого священника мы должны ждать? Мы должны ждать священника с Уримом и Тумимом. Верно? Священник, который явится с Уримом и Тумимом, должен быть Христом Второго пришествия. В эту эпоху, если нам не удастся принять Христа, который придет на эту землю под чином Мелхаседека, с неприходящей, совершенной истиной, то есть с Уримом и Тумимом, мы должны отказаться от восшествия на небеса. Однако написано «Вы – род избранный, царственное священство». Как мы могли стать избранным народом, царственным священством? Это было возможно, потому что мы встретились с первосвященником, с Уримом и Тумимом. Библия уже пророчествовала, что если бы Он не пришел, мы не могли бы быть уверены, говоря «Я войду на небеса». «Я буду спасен». Посмотрим книгу 1 Петра 2 глава 9 стих. Тогда на какой позиции мы находимся в эту эпоху? Мы находимся в такой же позиции, как у семьи Верзелия. Прочтем 9 стих. «Но вы – род избранный, что? Царственное священство, народ святой, люди взяты в его дел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы». Здесь мы можем видеть, что хотя раньше мы не были Божьим народом, но ныне мы Его народ. хотя раньше мы были непомилованными, но ныне помилованы. Через кого? Через Христа, первосвященника с Уримом и Тумимом. Разве это не значит, что люди, не принявшие Христа, который пришел с именем Иисус во время Своего первого пришествия, а во время Своего второго пришествия с новым именем, не могут иметь право пойти к Божьему совершенному свету? Здесь Бог описывает нас как священники семьи Верзелия, которые удерживаются от того, чтобы есть великую святыню. Тогда что значит «великая святыня»? Изучая вопрос о святилище Ветхого Завета, можно узнать, что все предметы, лежащие в святилище и в святом святых, считались великой святыней. Вся еда из святилища тоже есть великая святыня. Поэтому великая святыня, которую они не могли есть, означает еду, которая выходила из святилища. Тогда, если первосвященник с Уримом и Тумимом явится в наши дни и позволит нам есть великую святыню, то через что мы можем получить доказательства? Что значит здесь «великая святыня»? Найдем это во второй главе книги от Иоанна. Посмотрим книгу от Иоанна, вторая глава, стих 17. В 18 стихе 2 главы говорится, «При всем ученики Его вспомнили, что написано, «Ревность по доме Твоем снедает Меня». На это иудеи сказали, «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» И Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи, «Сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А Он говорил о храме тела Своего. Великая святыня должна выходить из храма. Сказано, Он, Иисус, говорил о храме тела Своего. Что Иисус дает нам есть и пить? Иисус повторно сказал, что мы должны есть Его плоть и пить Его кровь. Давайте проверим это в 6 главе книги от Иоанна. «Все жертвы, которые выходят из святилища Ветхого Завета, такие, как жертвы за грех или жертвы умилостивления, называются великой святыней. Святилище и храм являются одним и тем же. И Иисус назвал Своё тело храмом». Давайте посмотрим, что мы едим и пьём из того, что выходит из тела Иисуса. Прочтём 53 стих 6 главы книги от Иоанна. Стих 53. Иисус же сказал им, «Истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе чего? Жизни. Ядущая Мою плоть и пьющая Мою кровь имеет что? Жизнь вечную. Сегодня мы можем есть и пить великую святыню жизни плоть и кровь Иисуса». Что это значит? Нам позволено есть великую святыню, а это значит, священник с уримом и тумимом признаёт нас Божьим народом. Верно? Посмотрим ещё раз 54 стих. «Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истина есть пища, и кровь Моя истина есть питье». Другими словами, Моя плоть и кровь являются истиной великой святыней, потому что они выходят из Иисуса, который есть храм. «Вся еда, выходящая из храма, такая как жертвы умилостивления и другие жертвы, является великой святыней». Бог пришёл на эту землю и дал нам право есть великую святыню. Иисус пришёл на эту землю со светом истины Нового Завета и даруя человечеству пасхальный хлеб и пасхальное вино, выходящее из тела своего, то есть храма сказал, «Се есть тело моё, все есть кровь моя, едите и пейте их, тогда вы будете иметь вечную жизнь». Через этот завет Он обещал вечную жизнь. Ещё раз посмотрим 54 стих. «Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во Мне, и Я в нём. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и ядущий Меня жить будет Мною». Значит, через пророчество Он показывает важное значение того, что Бог даёт нам вечную жизнь. Иисус сказал нам есть и пить то, что выходит из храма. Это Великая Святыня, которая позволена только священникам. Тогда в какой церемонии Бог положил печать плотью и кровью Христа, то есть Великой Святыней? Вернёмся к 26-й главе книги от Матфея и проверим, что печать положена в Пасхе. Посмотрим 17-й стих. От Матфея, 26-я глава, стих 17-й. «В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему, «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал, «Пойдите в город к такому-то и скажите Ему, учитель говорит, «Время Мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками Моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус и приготовили Пасху. Давайте перейдём к 26-му стиху, чтобы увидеть, как Иисус ел Пасху. «И, когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал, «Приимите, едите, сие есть тело Мое, и, взяв чашу и благодарив, это чаша с пасхальным вином, подал им и сказал, «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя, Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Что позволено тем, кто ест великую святыню сегодня? «Вечная жизнь». «Вечная жизнь». Освобождение из духовного вавилонского плена не значит безусловный вход на небеса. «Вечная жизнь» и Царство Небесное гарантированы тем, кто ест великую святыню небес, то есть хлеб и вино жизни Пасхи Нового Завета. В учении Христа, который пришел на эту землю под чину Мелхаседека, имеющего совершенную истину – Урим и Тумим. Христос должен прийти на эту землю с Уримом и Тумимом, то есть с законом истины Нового Завета, и открыть путь человечеству, чтобы все ели Божью плоть и пили его кровь, что есть духовная великая святыня, хлеб и вино Пасхи. Когда придет Христос, Он даст нам решение о том, что мы можем войти на небеса. Братья и сестры, кто Он? Кто дал нам власть, с которой можно есть великую святыню? Разве это не Христос Ансанхонг? Нам с вами важно спасение. Я посещаю церковь, потому что проповедь пастора замечательна. Я люблю его проповеди. Это основательно неправильная вера. Мы должны посещать церковь по причине нашей любви к Богу. Разве это неправда? Отец Христос Ансанхонг есть вечный первосвященник, который с Уримом и Тумимом позволил нам есть великую святыню. Все богослужения, которые проводятся во всех местах, где есть отец Ансанхонг и небесная мать Новый Иерусалим возносятся до небес, став дымом Фимиама. Ожидая спасения, давайте воздадим вечную благодарность и славу небесному отцу и небесной матери за их милость и благодать. Вокруг нас пока много есть душ, которые бродят ища Бога. Давайте представлять им истину, а также отца и мать. Пока у нас есть шанс, прошу всех встать проповедовать Евангелие с усердием в Самарии и до края земли. На этом я завершаю сегодняшнюю проповедь. Спасибо. Продолжение следует...